Никаких айфонов на махар. Имам Карабудахкента ввел запрет на дорогие предсвадебные подарки, чем взволновала общественность. Данное решение религиозный деятель из Дагестана принял для того, чтобы помочь молодым парам с ограниченными финансовыми возможностями поскорее вступить в брак. Теперь в селе действуют новые правила. Махар не должен превышать 150 тысяч рублей, а дорогие подарки, такие как люксовые драгоценности и гаджеты, не разрешены до свадьбы. Также брачующиеся могут обустраивать лишь одну комнату в своем будущем доме. По словам Имама, в Карабудахкенте много молодых людей, которые еще не накопили достаточные для проведения традиционной свадьбы суммы. По этой причине многие остаются холостяками до 30 лет, рискуя не сохранить себя целомудренными до брака. Помимо этого, религиозный деятель стремится поддержать местных вдов и разведенных женщин, которые также не могут позволить себе большие траты на бракосочетания. Тем, кто отказывается соблюдать новые правила, будет запрещено посещать молитвы и религиозные праздники, а услуги Имама для них станут недоступны. Подобные ограничения в прошлом году были введены в Чеченской республике. Дорогие подарки жениху, свекру, свекрови и другим запрещены. Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским традициям, а датам, то есть дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и так далее строго запрещены. Так сказано в документе, который подготовило Духовное управление мусульман Чечни. А как вы считаете, нужны ли подобные правила и в других регионах? Поделитесь своим мнением в комментариях.